Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях исполняющий обязанности научного руководителя Института Востоковедения Академии Наук Армении, академик Рубен Сафрастян. Добрый день, господин Сафрастян. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Господин Сафрастян, по поводу политики Турции на Южном Кавказе, как ее вы охарактеризуете в связи с тем, что Турция уже во время Карабахской войны стала в открытую поддерживать Азербайджан? И сейчас, на данном периоде, мы тоже слышим заявления в поддержку Азербайджана, достаточно агрессивные. Что ожидать от Турции? Какие у нее цели? Я думаю, цель Турции в геополитическом, геостратегическом отношении наиважнейшая цель – это взять Южный Кавказ под свой полный контроль. То есть вытеснить отсюда Россию, низвести Армению до положения вассального государства, постараться то же самое, конечно, более мягкой форме сделать с Грузией и создать союзное государство Турции и Азербайджан. Вот, я думаю, такая цель, если в целом характеризовать. А если более конкретно в отношении Армении, то я должен подчеркнуть, что Турция использует для достижения своей глобальной цели у нас в регионе Азербайджан. И все эти провокации Азербайджана, агрессивная риторика высшего руководства Азербайджана, то, что войска Азербайджана находятся на территории Армении и так далее, я думаю, все это согласовано с Турцией и служит вот этой глобальной целью Турции. То есть Турция использует Азербайджан, агрессивные устремления Азербайджана в отношении Арцаха и Армении для достижения своих собственных целей, о которых я уже говорил. — Традиционная территория Южного Кавказа за XX век — это была территория влияния России. В связи с этим уступит ли Россия эту территорию и какие там взаимоотношения сейчас между Россией и Турцией? Мы видели также ухудшение отношений между Америкой и Турцией. В принципе, это все те игроки, которые заинтересованы в этом регионе. — Ну, конечно, в этом регионе в первую очередь заинтересована Россия. Заинтересована Россия в смысле сохранения своего геополитического влияния у нас в регионе. Это для меня бесспорно. Но что касается заинтересованности в регионе Соединенных Штатов, то все-таки в последние годы наблюдается снижение интереса Соединенных Штатов не только к нашему региону Южного Кавказа, но и, скажем, Ближнему Востоку в целом и так далее. Так что фактически у нас в регионе основной агрессивный игрок в геополитическом смысле Турция и Россия, которая находится в положении защищающегося государства, которое стремится сохранить то геополитическое влияние, которое имеет. Вот в таком геостратегическом смысле такая картина мне представляется. Что будет дальше? Агрессивность Турции, я думаю, не только не спадет, но и будет возрастать. Причем эта агрессивность, как я уже подчеркнул, будет исходить не только из Турции, но и из Азербайджана тоже, как орудие для достижения вот этой глобальной геостратегической цели Турции у нас в регионе. И так что в ближайшие годы я не уверен, что Турция и Азербайджан будут избегать более таких явных попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. То есть провокации Азербайджанам могут принять более масштабный характер. Я этого не исключаю. Так что вот такое мне видится ближайшее будущее. И вот в качестве завершающей мысли я хочу подчеркнуть, что, конечно, Турция стоит за этим взрывом стабильности в регионе. Это все то, что сейчас происходит в регионе. Вот эти агрессивные действия Азербайджана против Армении, против Арцаха, война и так далее. Я думаю, все это связано с общей такой агрессивной установкой во внешней политике современных правящих кругов Турции. Вот подписанием Шушинской декларации и там, насколько мне известно, предполагается также размещение турецких военных баз в Азербайджане. Можно ли констатировать, что Россия потеряла Азербайджан, он полностью перешел уже под влияние Турции? Так получается? Вы очень правильно упомянули Шушинскую декларацию. Это очень важный документ, в котором в сконцентрированном виде представлено видение ситуации в регионе, видение отношений между Турцией и Азербайджаном и так далее. Я бы все-таки не сказал, что Россия полностью уже потеряла Азербайджан. То, что среди правящей элиты, различных группировок элиты в Азербайджане есть сторонники отношений более тесных с Россией, это не секрет. Они связаны с Российской элитой в той или иной форме. Но, на мой взгляд, я, конечно, не специалист по Азербайджану, но мои наблюдения чисто со стороны меня подводит к мысли о том, что все-таки Турция целенаправленно стремится к тому, чтобы уменьшить влияние пророссийских группировок азербайджанской элиты. Идет процесс вытеснения пророссийских представителей азербайджанской элиты из общих каких-то систем и власти, и, скажем, экономических структур и так далее. Так что этот процесс уменьшения влияния России в Азербайджане сейчас идет полным ходом и, на мой взгляд, руководится из Анкары. — А чем обусловлена такая вот агрессивная позиция Турции? Поддержкой со стороны каких-то структур? Мы знаем, что экономический там кризис. Почему Турция вдруг на этом этапе стала вот так... Чем это можно как-то объяснить? — Очень хороший вопрос. Когда Эрдоган и его партия пришли к власти, они представляли себя как исламский вариант европейских христианско-демократических партий, то есть вроде как христианско-мусульманско-демократическую партию, и выступали за более сдержанную политику во внешней сфере. Я не касаюсь внутренней политики. Но со временем стало понятным для многих наблюдателей, в том числе и для меня, что Эрдоган и круг его непосредственных сторонников, друзей и так далее, у них другое видение будущего Турции. И это видение обусловлено имперским прошлым Турции, Османской империи. Так что на первых порах, через несколько лет после прихода к власти, стало ясно, что Турция проводит политику возрождения в той или иной форме Османской империи. Эта политика получила название неоосманизм. Ее крестным отцом считается Ахмеда Удаулу, близкий друг Эрдогана, который до прихода к власти партии Эрдогана был университетским доцентом, потом вошел в круг руководителя Турции, стал министром иностранных дел, премьером и так далее. На первых порах идеологическим обоснованием новой политики Турции была идеология неоосманизма, она предполагала следующее. Турция по всему периметру своих границ, во всех регионах, которые находятся вокруг Турции, проводит политику, которая основывается на том, что эти регионы в какой-то период находились под владычеством Османской империи. и тем самым пытается возродить у этих государств, у элит этих государств, так сказать, приятные воспоминания об Османской империи, с тем, чтобы эти государства стали близкими союзниками Турции. То есть, чтобы Турция была окружена такими государствами, близкими союзниками. Но вот эта политика фактически вылилась в то, что Турция стала оказывать сильное давление на эти государства, начиная с Балкан и кончая Ближним Востоком. С тем, чтобы добиться от них того, чтобы эти государства находились в русле политики Анкары. Что, конечно, вызвало у ряда государств недовольство. И вот тогда появилась знаменитая формула Даудолу «Ноль проблем с соседями». Фактически, эта формула предполагала, что эти государства, окружающие Турции, бывшие когда-то частью Османской империи, должны стать, так сказать, вассальными государствами. Турция следует с фарвардой политике Турции. Вторая ступень новой внешней политики, она связана с политикой пантюркизма, идеологией политики пантюркизма. Эрдоган начал проводить идеи пантюркизма, пытаться, во всяком случае, проводить идеи пантюркизма в жизни. Были и есть, и продолжаются целенаправленные усилия по созданию более тесного союза тюркоязычных государств. Вот вы упомянули Шушинскую декларацию. Фактически в ней говорится о том, что будет создаваться союзное государство Турция-Азербайджан. Но наличие там явно пантюркизмских пунктов в этой декларации приводит нас в мысле, что Турция рассматривает вот этот процесс интеграции с Азербайджаном как первый шаг на пути к более широкой общей тюркской интеграции. Используется для этого область военного сотрудничества. Фактически год в несколько раз Юлисия Акар, министр обороны Турции, бывает в центрально-азиатских тюркоязычных государствах. Заключаются довольно крупные сделки в области поставок вооружений. И так далее. Турция использует факт того, что байрактары широко использовались в последней войне арцахской. Всячески проталкивает байрактары и вкупе с ними образцы турецкого вооружения. Но это только часть, другая часть противоположной военной области. Это так называемая политика мягкой силы. А более конкретно, в тюркоязычных государствах осуществляются многомиллионные проекты турецкие по, скажем, распространению общей тюркской культуры, по усилению связи, скажем, в области науки, образования. Учреждаются многие фонды, которые, скажем, предоставляют возможность молодежи тюркоязычных государств продолжить обучение в Турции, в турецких университетах. То есть, готовится элита тюркоязычных государств, которая будет настроена про-турецкий и про-пантюркистский. Используются так называемые мыльные оперы, многосерийные сериалы турецкие, в которых широко пропагандируется и фальсифицируется. Фактически, история Османской империи и Иса Османской империи преподносится как образец мирного сосуществования многих народов и так далее. То есть, Турция использует весьма широкий инструментарий для распространения идей идеологии пантюркизма в целях создания более тесного общетюркского союза под эгидой Турции. Это второе направление в идеологическом смысле по внешней политике Турции в последние годы. Но есть и третье направление использования пан-исламизма. определенных идей пан-исламизма. Это не секрет, что Турция фактически не пользуется широким и значительным авторитетом в исламском мире. Но Эрдоган сам, будучи настроенным происламски, сам, будучи политиком, представляющим ислам в целом, он стремится к тому, чтобы стать лидером исламского мира. Кое-что в этой области Турции уже удалось добиться. Скажем, союз Турции с Пакистаном. Пакистан – крупная мусульманская держава, которая обладает ядерным вооружением и преподносит свое ядерное оружие как мусульманскую атомную бомбу. И Турции удалось с Пакистаном создать довольно тесный военный политический союз уже. И вот следующая ступень – это присоединение Азербайджана к этому Турецко-Пакистанскому союзу. Уже можно говорить о Тройственном союзе Турция, Азербайджан, Пакистан. Мы были свидетелями буквально 2-3 недели тому назад в Баку состоялась встреча пара руководителей парламента трех этих государств, была подписана декларация и так далее. Так что, ну, это не только вот на общегосударственном уровне Турция пытается проталкивать идеи пан-исламизма, но и широко используется общественный сектор. Один из ближайших с подвижников Эрдогана, бывший генерал, генерал в отставке Танра Верди, который был одним из главных советников Эрдогана, он вышел в отставку и создал организацию, которая действует во всех мусульманских государствах, общественная организация, которая проталкивает следующую идею о необходимости создания мусульманской федерации из 71 государства. И столицей этой федерации или конфедерации должен стать Стамбул. Для более так популяризации этой концепции, которая, на мой взгляд, не имеет шансов, во всяком случае, на современном этапе, чтобы воплотиться в жизнь. Но для популяризации этой идеи ежегодно созываются конференции в Стамбуле, в которых участвуют тысячи человек из этих 71 мусульманских государств. И там обсуждается весьма широкий круг вопросов. В частности, одна из последних конференций была посвящена следующей цели, как добиться того, чтобы мусульманский мир, мусульманские страны освободились от зависимости от западовой области военных технологий, чтобы они создали свои вооружения. Так что мы увидим, что на самых различных уровнях, в самых таких разных направлениях, Турция осуществляет агрессивные действия, целью которых является, вот это я сейчас хочу подчеркнуть, достижение Турции такого места в мире, которое бы в какой-то степени было бы схожим с местом в мире супердержав, сверхдержав. С тем, чтобы Турция стала фактором, который принимает решения не только в региональном масштабе Южный Кавказ, Ближний Восток, Балканы и так далее, но и в общем мировом масштабе. Вот все эти агрессивные действия Турции, основанные на этих трех идеологических установках, направлены к этому. Особенную агрессивность турецкая внешняя политика приобрела после неудачной попытки военного переворота в 16-м году, как раз в июле. После этого Эрдоган, по всей видимости, почувствовал, что опасность есть внутри страны и с тем, чтобы как-то направить внимание общественности от своей собственной персоны, от неудачной политики в области экономики, в первую очередь, и в финансах, чтобы направить внимание населения Турции, широких слоев населения, в область таких агрессивных устремлений, великодержавных, возрождений империи, могущества и так далее, с тем, чтобы снизить накал и довольства, которые есть в Турции. Вот на данном этапе, на ваш взгляд, насколько Россия, как фактор, который должен сдерживать Турцию в своих империалистских каких-то движениях, насколько активно Россия сопротивляется? Ведь не только Южный Кавказ, но и страны Средней Азии тоже находятся в зоне интересов России в том числе. Вы знаете, обычно я, когда мне задают такой вопрос, я сразу подчеркиваю следующие обстоятельства. Современная Россия это не царская Россия в период ее могущества, это не Советский Союз, а современная Россия. То есть современная Россия не имеет возможности противостоять вот этим агрессивным устремлениям Турции в самых различных регионах самым решительным образом. В какой-то степени Россия взаимно связана с Турцией. Есть определенная зависимость России от Турции, как и Турция от России. В области поставок вооружений, скажем, С-400 производства воздушных ракетных комплексов. В области строительства атомной электростанции Турции это многомиллиардные сделки. в области туризма турецкие фирмы играют заметную роль, скажем, в строительном бизнесе России и так далее. С другой стороны, Турция, конечно, являясь таким весьма и весьма серьезным союзником Соединенных Штатов и НАТО в целом, она в какой-то степени проводит более самостоятельно политику, которая в ряде случаев не согласовывается с Вашингтоном. Конечно, это нравится Москве. Москва пытается это использовать. То есть у этих стран есть какие-то точки соприкосновения национальных интересов, начиная с Ближнего Востока, Сирии и кончая другими областями. есть опасность, что Армения станет разменной монетой между Турцией и Россией, как это было в различные исторические периоды, когда они пытались договориться или дружеские отношения настроить? Вы знаете, логика Вашего вопроса мне вполне понятна, как историку. У нас у историков в Армении много дискутируется вопрос о российско-турецких отношениях, скажем, в 20-21 году, которые окончились подписанием Московского и Карского договоров, которые фактически разделили Армению между Турцией и Советской Россией, Турцией, конечно, кемалийской. Но тут есть принципиальные отличия. Принципиальные отличия. В тот период, в 20-е в начале 20-х годов 20-го века Россия, большевистская Россия, кемалийская Турция имели единого врага в виде коллективного Запада. Поэтому был установлен союз между этими квази-государствами фактически ни большевистская Россия, ни кемалийская Турция не были признаны тогда мировым сообществом. А сейчас ситуация совершенно другая. Турция является членом коллективного Запада, членом НАТО, весьма серьезным союзником Соединенных Штатов и так далее. Так что ситуация коренным образом, конечно, отличается сегодня. Поэтому сегодня я не считаю, что возможен такой раздел Армении, как это было в 2020-2021 году. Все-таки исходя из интересов России, сохранение Армении как более или менее самостоятельного государства, сильного государства, состоявшегося государства, сильной армии, которая может сама защищать свои границы, сохранение Арцаха хотя бы в тех границах, которые сейчас имеются, армянские переговоры о дальнейшие переговоры о статусе Арцаха для России этот вопрос не решен, в отличие от Азербайджана. Так что я думаю, у нас есть на вот этот момент некая общность интересов между Арменией и Россией, которая, на мой взгляд, дает нам возможность прийти к заключению, что сегодня, как я уже сказал, нет такой возможности, реальной возможности создания Турецко-Российского союза, который был бы направлен против Армении. Вот уже продолжительное время, начиная с середины мая, очень нестабильная ситуация на армяно-азербайджанской границе, которая продолжается, там, перестрелки. Армения в связи с этим обращалась в ОТКБ, и как союз, который должен был защитить границы Армении, они выразили позицию внешнего наблюдателя. Сегодня и вчера и сегодня председатель этой организации Станислав Зайс находится в Армении. Как вы считаете, насколько необходима сейчас помощь ОТКБ, и изменится ли ситуация после того, как в сентябре уже Армения станет председательствовать в этой организации? Я думаю, все-таки возможности нашего членства ОТКБ еще не используются полностью. Все-таки есть возможности с тем, чтобы ОТКБ и сама как организация и Армения как член ОТКБ стали более реально действующими единицами. много есть проблем связанных с этой организацией. Есть недовольства, которые вполне обоснованы. Но все-таки я думаю возможности нашего членства ОТКБ еще не исчерпаны. Так что надо работать над более разумным использованием тех возможностей, которые предоставляют членство Армении в этом военно-политическом союзе, который сам еще полностью не состоялся. Конечно, надо надеяться, что члены, что председательства Армении ОТКБ начиная с 16 сентября этого года, если не ошибаюсь, способствовать тому, что наши отношения внутри ОТКБ станут более совершенными. Надо стремиться во всяком случае к этому. Господин Сафрастем, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова